Всем привет, с вами говорящие руки и злой злодей из команды насекомообразных трансформеров Kickback. Инсектиконы, пожалуй, не самые приятные ребята из вселенной трансформеров. Слово «вредители» им бы подошло. По классике, отдельный вид трансформеров должен быть или чьими-то экспериментами, или древним злом. В G1 мультсериале Kickback с товарищами прибыл на Землю до прибытия автоботов и десептиконов. Инсектиконы адаптировались, научились трансформироваться в гигантских насекомых и, самое главное, научились хавать все подряд. Часто выступали на стороне десептиконов, но доставляли немало хлопот Мегатрону. В одной из серий ребята научились создавать своих клонов, что позже будет часто обыгрываться в разных сериалах и играх. Свою жизнь Kickback с собратьями закончил в полнометражке. После атаки на город автоботов, добряк Старскрим вышвырнул их и Мегатрона в космос. Кикбэк стал одним из свипов. В комиксах Марвел инсектиконы служили Страксусу, очередному злодейскому злодею, воевали под командованием Мегатрона на Земле и, в отличие от мультипликационной версии, не жрали все подряд и клонировать себя не умели, зато могли уменьшаться в размере. Фигурки обратного раздавали, а рубрику «Мудацкий перевод от говорящих рук» объявляю открытой. Выпускались с 85 по 87. Переиздают их в 2004 в паке с корешами в диаклоновских цветах, в 2008 в линейке «Юниверс» для той и раз и в 2015 в платиновой серии. В сериале «Энергон» Kickback один из членов Destruction Team. Очень неожиданно, ведь он один из составных частей Брутикуса. В 2005 выходили игрушки от Хасбро и Такары. Для Японии фигурка имела более темный прозрачный синий пластик. И имя персонажа – Броул. Kickback – персонаж известный, а точнее троица инсектиконов, поэтому в комиксах без этих бандитов не обошлось. В Dreamwave комиксах троица в команде с Саундвейвом и Реводжем получила по главе от Оптимуса. Также инсектиконы успели послужить под командованием Уша Квейва, а Kickback стал первой жертвой монструозного гештальта диноботов. В IDW комиксах инсектиконы помогли Мегатрону победить автоботов. Но в дело вмешался Старскрим, устроил бунт, а жучки-паучки встали на его сторону. Прервали восстание автоботы с подкреплением со стороны людей. В сердцах из стали поджопник и его банда грабили поезда, чтобы подкупить людей бумажками с портретами президентов. В Transformers vs. G.I. Joe появляется где-то на заднем плане. У этого комикса очень своеобразная рисовка, советую заценить. Хоть и иногда это напоминает детские рисунки или рисунки художников под веществами. А в конце Земля трансформируется в робота и надерет зад Праймусу. Все, больше ничего не расскажу. Нет, ну вы должны это видеть. Мегатрон, чтобы не сгореть на солнце, телепортируется к паняхам. Это просто апофеоз. В общем, чекните как-нибудь. В более свежих комиксах от IDW инсектиконы какое-то время прислуживали Шаквейву, а позже создали машину для клонирования и стали большой угрозой для Кибертрона. Так как жрать они хотели все больше и без разбора. В конечном итоге их, конечно же, одолели. Припрограммировали, чтобы те хавали других кибертронских паразитов. Трансформеры Прайм не завезли кикбэком, но сами инсектиконы были. Ими с переменным успехом рулила Эйрахнида. Подробнее об этом я рассказывал в выпуске, посвященном Эйрахниде. Выпуск можно найти по всплывающей подсказке. А из знакомой нам троицы завезли только Бомшелла, он же местный Хардшелл. Где еще появлялся наш Возвращало? Рубрика Мудацкий перевод имен надговорящих рук продолжается. В полном составе троица возвращается в игре Падение Кибертрона, а кикбэк становится персональной целью для Гримлока в миссии, где нужно было искать диноботов. В итоге на поджопника падает огромная дверь, из-за которой появляется слаг. Он ее и выбил. На этом в игре его появление все. Фигурки по персонажу выходили в 12-м году от Хасбро, в 13-м от Такары. Рой инсектиконов использовали в следующей игре, которая стоит упоминания. Transformers Devastation. Компания инсектиконов появлялась в G1 образе, да еще и со своими исчисленными клонами. Кикбэк, к сожалению, неиграбельный персонаж, как и все десептиконы. А из этого следует, что придется его побить. Да и вообще, каждого из инсектиконов побить придется. А потом и всю троицу тараканов-паучков разом. Перенесемся на пару лет вперед. В трансформерах RID 2015 года кикбэк появится, и это машина с альтмодом робота-кузнечика. Кажется, кто-то что-то набутал. Дизайн, конечно, интересный, но делать из всех десептиконов, человекоподобных животных – это какая-то дичь. В трансформерах кибервселенную инсектиконы служили злодейскому злодею Мегатрону из параллельной вселенной. Тот Мегатрон, в отличие от Мегза из основной вселенной, убил Оптимуса Прайма. Служили они, пока их не освободил Мегатрон из нашей вселенной. Назовем это так. Позже некоторое время помогали десептиконам, но когда узнали, что их родной Мекс идет в их мир, то решили резко срулить. Ну и, конечно же, кикбэк с бандой инсектиконов появлялся в Shattered Glass. Мне иногда пишут, что я забываю указать какие-то факты. Так вот сейчас не забыл. Надеюсь, ничего не переврал. Стоит упомянуть еще пару фигурок перед тем, как мы перейдем к обзору. Это Legends по возвращению Титанов в шестнадцатом году и в семнадцатом его японская версия. А совсем недавно вышел Deluxe в линейке Legacy. И это все, несмотря на частые появления персонажа, да и в целом инсектиконов. Фигурок у них немного, даже если брать во внимание, что изначально выходили такие же инсектиконы, только в японской линейке Diaclon. Реакция аудитории на выход нового Deluxe в целом довольно положительная, и я, пожалуй, сделаю вывод, что персонаж людям нравится. Да я и сам бы взял Живановского Legacy-отдавателя назад, но вот вопрос. Где остальные паразиты? На этом повишем в воздухе как запах ртути вопросу, почему, перейдем к фигурке. А перед нами альтмод фигурки, древний инсектикон, который лежит у меня в коробке и мечтает попасть уже наконец на полку. Скоро это свершится. Итак, альтмод – кибертронский насекомыш. Судя по лапкам, это что-то вроде кузнечика. Ну, он всегда изображался похожим на саранчу или что-то типа того. Общий внешний вид кажется нагроможденным, и с первого взгляда не разберешь, что за зверюга перед нами. Но это неплохо. Неплохо здесь проработана покраска, золотой хорошо смотрится поверх фиолетового. Соединения на сгибах конечностей проскульптированы и местами покрашены. Альтмод выглядит не скучно, бонусами крылья из прозрачного пластика. Смотрится здорово. Голова – это вообще кусок прозрачного пластика с затылка головы Робомода. Тут отлиты глаза, но никак не подчеркнуты, поэтому сливаются. Ноги же выглядят слишком массивно. Это единственное, что мне не нравится. Дизайнеры сделали тут все, что могли и, пожалуй, смотрится все круто. И у этой формы даже есть какая-никакая артикуляция. Можно подвигать крылья, лапки и ножки. И даже рожки. Трансформация, как и у многих делюкс-фигурок от официальных производителей, не сложная. Отсоединяем лапки, стыкуем ножки насекомого в голени, раздвигаем ноги, отсоединяем голову с частью грудной пластины, разводим руки, отводим голову вверх. Ноги нужно сложить в тазу. Закрепляем грудь, разворачиваем голову, челюсть саранчи прижимаем к спине. Разворачиваем руки, поднимаем наплечники, часть брюшка на руках, двигаем вверх. Разворачиваем ступни, крылья отстегиваем. Лапки сзади можно установить, как вам больше нравится. Вот и все, робот готов. Прежде чем я перейду к фигурке, покажу вам его основное оружие. Дискомет смерти. Выглядит интересно, хорошо детализирован и покрашен, но очень большой для этой фигурки. Если добавить к пушке крылья, то получится какой-то лук или арбалет. Ну и еще, эта штука умеет метать диск. Я этой функцией не пользуюсь, но она определенно есть, поверьте мне. Робомод. А он вышел очень аккуратным и пропорциональным. Стройный и плечистый малый. Начнем сверху. Голова очень приятная. Этот дизайн мне заходит больше, чем жива. Повторюсь про покраску. Но мы уже смотрим на робота, поэтому скажу, что она тут хороша. А детализация отлитых частей, торса и бедер очень радует. Все здесь в стилистике игр от Хаймун. На предплечьях какие-то цепи или это поршни. На кистях отлит каждый палец. Вот мне нравится, когда у робота рука это не просто цилиндр с отверстием под пушку, а ладонь. Выглядит же солидно. Ноги мощные и устойчивые. Если они были минусом в альтмоде, то тут это плюс. Пустоту поджопника нигде не обнаружено. На спине есть немного дыр, но их можно прикрыть лапками. Детали на предплечьях можно выдвинуть. И они смотрятся, как холодное оружие. Дополнительные конечности имеют две точки артикуляции и в них можно воткнуть какие-то пушки или вот эти вот мечи. А вот сюда можно вставить дискомет возмездия. Можно поругать эту фигурку за шарниры. Но они еще не разболтались. Удивительно. Пора шатать конечности. Голова на шарике наклоняется вперед и назад. Крутится в стороны. Руки, само собой, прокручиваются. Поднимаются в стороны. Их можно очень высоко задрать. Примерно на 150-160 градусов. Есть прокрутка в локте. Сгиб в локте. Больше 90 градусов. Кисть можно вращать, но она упирается в элемент от альтмода. Не критично, но факт. В поясе нет прокрутки. И это единственный минус в подвижности. Из-за конструкции робота, я думаю, было бы сложно реализовать подвижность в торсе. Не идеальный шпагат. Ноги можно прокрутить на 360. Поворот в бедре. Сгиб в колене чуть меньше 90 градусов. Ступни на шарнире. Имеют хороший наклон в стороны и ход назад-вперед. Дополнительные отростки наклоняются в стороны и сгибаются. Подвижности хватает, чтобы поставить фигурку в интересные позы. Спасибо дизайнерам Hasbro. Сравним фигурку с рандомными делюксами и с дальним родственником. Фигурка вышла не скучной. Вот как так бывает, что у персонажа, который находится на заднем плане, фигурки выходят интереснее, чем у главных лиц франшизы? Давайте обсудим это в комментариях. Как вы уже поняли, фигурка мне нравится. У нее интересный альтмод, шикарный робомод, хороший декор в обоих режимах, подвижность на уровне. Хотелось бы, конечно, еще подвижный торс. Реализовать его можно было, но тут пришлось бы подумать. Да, еще хочу обратить внимание на вот эту вот белую замазку на клюве. Это клей. Соединение рассохлость и треснуло. Если у вас есть эта фигурка, будьте осторожны. Еще слабое место это соединение на лапках для крыльев. С ними тоже не шалите. На моей полке этот тараканыш займет свое место. А как, по вашему мнению, достойна ли фигурка стоять на вашей полке? Делитесь мнением в комментариях, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, дергайте за колокольчик и играйте в хорошие игрушки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok